Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи появится новый сквер. Его сегодня заложили в Эмеретинской низменности. Новые пляжи, морское сообщение, плюс 13 голубых флагов. В Сочи идет активная подготовка к пляжному сезону. В Сочи стартовал чемпионат мира по фехтованию. Он собрал сильнейших отечественных мастеров клинка. В Сочи появится новый сквер. Его сегодня заложили в Эмеретинской низменности. Это территория в Олимпийском парке. Место под будущий сквер. Сегодня здесь появилось первое дерево. Пальму посадили участники международного форума «Атомэкспо». Он стартовал в Сочи сегодня. Это крупнейшая деловая площадка, где обсуждается современное состояние атомной отрасли. На церемонии закладки сквера лопаты и лейки в руки взяли руководители ведущих мировых организаций в области атомной энергетики. Сквер назвали «зеленый квадрат». Он будет символизировать развитие альтернативных источников энергии – гидро- и атомной энергетики, энергетики солнца и ветра. В этом году мы решили внести свой вклад в развитие этого замечательного места. Деревья, которые здесь будут расти, живут многие столетия. Это значит, что как и объекты атомной энергии, они будут радовать не только нынешние поколения, но и наших детей и внуков. Новые саженцы в сквере появятся уже 17 апреля. Деревья высадят учащиеся образовательного центра «Сириус». В перспективе, согласно проекту, в центре зеленой зоны разместят дерево оливы. Также будут установлены лавочки и уличное освещение. А в целом по всему краю тысячи людей вышли на весеннюю генеральную уборку. В регионе прошел всекубанский субботник. Жители края очистили от мусора свои города и станицы, привели в порядок дворы и улицы. В субботнике принял участие и губернатор. Вениамин Кондратьев вместе со своими заместителями и мэром кубанской столицы Евгением Первышовым высадили деревья в Чистяковское роще на территории мемориала жертвам фашистов. Всего там посадили более 35 деревьев и кустарников – туи, можжевельники, вишни и форзиции. По городу можно судить, какие в нем жители. И по краю можно судить, какие живут люди в крае. Вот знаете, я в станице вырос и хочу сказать, что где-то побелены деревья, а где-то не побелены. И вот белят деревья, либо не белят люди. Люди, которые сегодня живут в станице. Люди, которые сегодня живут в городе Краснодаре. Если это на самом деле настоящие горожане, настоящие жители краевой столицы, это внутренняя потребность сделать свой город, свою улицу, придомовую территорию краше, красивее на самом деле, благоустроенней. Нужно выйти и самим сделать свой город, свои территории, по которым мы ходим, свои улицы, свои татуары просто привести в порядок. Кроме нас это никто не сделает. Поэтому если мы говорим о неравнодушии, о том, что мы хотим жить в красивом городе, еще раз подчеркну, это целиком зависит от нас, от жителей и города, и жителей края. Мы создали такую красивую зеленую зону. Многие жители выходят и благоустраивают свое место жительства. Кто-то лавочку покрасил, кто-то дерево тоже посадил. То есть размер своего участия, он на самом деле не измеряется количеством высаженных деревьев, а самим участием в наведении порядка, в создании зеленых зон, в создании благоустроенных вокруг домов территорий, вокруг своих участков. Поэтому еще раз благодарю всех краснодарцев за активное участие. Кроме того, Вениамин Кондратьев осмотрел новую воркаут-площадку, которая открылась в Чистяковской роще и пообщался со спортсменами. Для горожан возвели целый турниковый комплекс – брусья, столбики для отжиманий и рукоходы. На площадке организуют работу инструкторов, которые будут проводить бесплатные тренировки и обучать воркауту всех желающих. Оказывать дополнительную помощь ветеранам и беречь память о Великой Отечественной войне. Об этом говорил Вениамин Кондратьев на заседании Краевого Оркомитета Победа. Встречу посвятили подготовке к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая. Однако технические моменты – не самое важное, заметил губернатор. Нельзя забывать, что главные герои – это ветераны, поддерживать которых надо не только от праздника к празднику. Наши краснодарские коллеги продолжат тему. До празднования Дня Победы осталось всего несколько недель. Скоро начнутся репетиции парадов. В 9 мая на Кубани уже присоединились к всероссийской акции «Вахта памяти», где историю собирает буквально по крупицам. В край традиционно будут раздавать георгиевские ленты. Их уже подготовили 700 тысяч штук. Но губернатор напоминает – приближающийся праздник должен чувствоваться во всех городах и станицах. День Победы не должен быть формальным. Насколько будет этот праздник настоящий, он зависит только от нас. Насколько мы организуем ветеранов, которым, конечно, может быть уже сложно передвигаться. Но это их праздник. Если есть возможность, чтобы они приняли участие в этом празднике, мы должны делать все возможное. Я буду очень внимательно относиться к ветеранам. Потому что я не раз слышал уже от ветеранов, когда очень модно, где реклама, портреты ветеранов делают. И это вроде как красиво. Но проходит всего неделя, и потом эти портреты сдирают, и опять появляется реклама. И они как-то чувствуют себя, знаете, такими экспонатами, что ли, для украшения праздник. Украсили, содрали, и опять там реклама. Либо уже сделаете как доска почета, что-то такое, чтобы они уже, если уж туда их подрузили, как говорится, эти фотографии, тогда уж уже там они и находятся. Серьезную роль в сохранении памяти играют мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Очень важно бережно относиться к реставрации, восстановлению таких памятников, отметил глава региона. Но есть примеры, когда реконструкция обернулась вредительством. Например, монумент воинам-освободителям в хуторе Прорвенском Славянского района. По словам местных, мемориал превратили в руины. Жители забили тревогу еще в 2018 году, когда увидели, что путь к 9-метровому монументу огорожен забором. Здесь захоронено почти 200 останков советских солдат. Для многих это очень личное место поклонения. Жители Прорвенского обращались за помощью к губернатору. На заседание Орбкомитета Победы Вениамин Кондратьев поинтересовался у главы Славянского района. В каком состоянии памятник находится сегодня? Коллеги, что еще касается реконструкции. Мы сейчас порой и увлекаемся этой реконструкцией. Порой ветераны жалуются, что так реконструируем. Что порой не узнать либо памятник, либо что-то с вечным огнем сделаем. Вот такая реконструкция не нужна. В первую очередь, когда начинаете реконструировать, вы спросите у ветеранов, у совета ветеранов, насколько нужна реконструкция в том виде, в каком вы хотите ее сделать. Здесь и Славянский район начали реконструировать, разрушили памятник воинам-освободителям. До сих пор его нет. А что с этим памятником? Исходя из тех жалоб, которые сейчас, обращение идут в мой адрес. Это в хуторе? Прорвенский хутор, да. Идет реконструкция памятника. Коллеги, а сколько она идет? В стадии замерзления. Вот часть работы уже выполнена на сегодняшний день. Закончиваем все работы 25 апреля. Главное, чтобы вы успели. И ветераны принесли цветы, да, и все. Об этом хуторе все-таки к памятнику воинам-освободителям. Это самое главное. Это памятники, это место поклонения, по вашему счету. Не от праздника к празднику. А это гордость, еще с подчеркиваю, всего нашего народа. Заострить внимание нужно и на поддержке ветеранов, которых с каждым годом становится меньше. Глава региона напоминает, о них нужно заботиться не только от праздника к празднику. Это каждодневная работа. За 10 лет в Краснодарском крае деньги на улучшение жилищных условий получили почти 6 тысяч человек. С начала этого года уже 10. Сегодня на заседании Оргкомитета губернатор поручил обновить устаревший автопарк Краевого совета ветеранов. Там заменят 58 машин. Отдельно на совещании остановились на вопросах грантовой поддержки. Алексей Копайгородский рассказал, что только за прошлый год на эти цели было направлено 100 миллионов рублей. Работа с ветеранами в приоритете для нас. Она проводилась весь год. За всеми ветеранами закреплены школьные классы, волонтеры, социальные работники и сотрудники муниципальных образований. Мы знаем и видим, что каждый глава на особом контроле держит этот вопрос и с особым вниманием заботится о ветеранах. Накануне Дня Победы нужно еще раз организовать посещение ветеранов и привлекать к этому молодежь. Сегодня в крае проживает 2759 ветеранов Великой Отечественной войны и 625 из них инвалиды. О мере к социальной поддержке губернатору докладывает Анна Менькова. Чтобы быстро и качественно оказывать помощь маломобильным группам сегодня необходимы новые подходы. Особым пациентам соцработники привозят лекарства на дом. А для тех, кто нуждается в стационарном лечении, в районах и городских больницах подготовлены специальные палаты более чем на 800 коек. Конечно, мы понимаем, что ветераны сегодня живут в конкретных абсолютно городах и районах. Их надо знать, навещать, помогать. И такую задачу должны ставить перед собой абсолютно все главы муниципальных образований. На заседании оргкомитета также стало известно, что Крымск и Темрюк получат статус городов воинской доблести. В прошлом году по инициативе губернатора депутатами ЗСК принято решение о присвоении городам и станицам и рубежам почетных званий. По мнению главы региона, к этому процессу надо подходить со всей ответственностью, в том числе заручившись поддержкой историков и краеведов. А главное – свидетели войны – ветеранов. Мы в прошлом году при поддержке Юлия Александровича Бурлачко в целом депутатского корпуса приняли решение присваивать в край нашим населенным пунктам почетные звания. Здесь мы тоже должны активизироваться. Подходите объективно, с учетом мнения ветеранов. Еще раз подчеркну. Ветераны здесь главные, которые должны определить, на самом деле достойно быть станицей воинской добрости, либо город. Достойно быть городом воинской добрости. Историков подключайте. На самом деле были ли там бои, было ли там сопротивление. Это должно быть профессиональное решение. Профессиональное решение. И основанное, конечно, на фактических исторических материалах. Тогда мы будем честны. И перед собой, и перед потомками. Все необходимые документы направлены в законодательное собрание края. Теперь слово за депутатским корпусом. Жители Крымска и Темрюка надеются, что их города встретят День Победы уже в новом статусе. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Прославленный маршал на отдыхе в Сочи. Минобороны показала уникальные фотографии из повседневной жизни советских военачальников. В преддверии 9 мая Министерство обороны опубликовала на своем сайте новый проект, в котором можно увидеть советских полководцев не на полях сражений, а в мирное время. К примеру, вот маршал Советского Союза Георгий Жуков. И вот он на отдыхе в Сочи. Это фото 50-х годов. Крайне непростое время для героя. А вот маршал артиллерии Василий Казаков, участник всех краеугольных сражений Великой Отечественной войны, тоже отдыхал в Сочи. На фото он с женой Светланой Павловной. Новый проект «Полководцы Победы. Мирные мгновения судьбы» позволяет увидеть редкие снимки маршалов, занятых своими хобби в окружении детей и внуков. Эти снимки ранее нигде не публиковались и хранились в семейных фотоальбомах полководцев. После празднования Дня Победы экспозиция с редкими кадрами приедет в Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Ростов-на-Дону, Хабаровск и Североморск. Ознакомиться с электронной версией экспозиции можно на сайте Минобороны. А военный комиссариат Сочи отправил в армию первую в этом году команду новобранцев. Сегодня в городе состоялись торжественные проводы 25 призывников. Это первая весенняя отправка вооруженные силы. Новоиспеченных солдат с началом службы пришли поздравить более ста человек. Родственники, друзья и по традиции девушки. Прозвучали инопутственные слова от представителей ветеранских организаций казачества и юноармейцев. К местам службы сочинцев отправят как на железнодорожном, так и на воздушном транспорте. Ребята пополнят ряды сухопутных, воздушно-десантных, военно-космических и ракетных войск. Имеющие специальное образование будут проходить службу в качестве механиков и водителей. Свыше 80% новобранцев будут проходить военную службу в войсках Южного военного округа. Около ста человек отправятся в войска Насгвардии, а пять юношей отобраны для службы в президентском полку. Ребята подготовлены, ребята идут с желанием. Особые слова благодарности нужно выразить тем людям, которые организовали, провели данное мероприятие. Это инспекторам Министерства вооруженных сил Российской Федерации, это представителям казачьего общества, это нашим юноармейцам, это нашим контролирующим органам, военному суду, военно-следственному комитету, которые контролируют, чтобы все прошло по закону. Всего в рамках весеннего призыва сочинский военный комиссариат направит на военную службу 435 новобранцев, в их числе 8 казаков и 2 представителя юноармии. Очередная отправка 22 апреля. В целом весенний призыв завершится 15 июля. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 16 апреля в Сочи переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем 12-14 градусов выше нуля. Новые пляжные территории, морское сообщение, навигационная система по экскурсионным маршрутам и плюс 13 головых флагов. В Сочи идет подготовка к пляжному сезону. Курорт этим летом ожидает 4 миллиона туристов. Повышается уровень продаж и в межсезонье. Сейчас в санаториях города сотни туристов, которые приехали отдыхать по программе доступного отдыха и лечения «Открытый юг». По холоданию и дожди снова вернулись в города страны. И для большинства россиян даже пасмурная сочинская межсезонье уже считается кусочком лета. К тому же этот период у гостей ассоциируется с санаторным лечением. И многие из них уже знают, что на курорте с октября по май действует социально ориентированная программа «Открытый юг». Именно по ней Вера с сыном Марком и приехала в Сочи с Урала. Именно по этой программе я приехала в межсезонье, потому что это дешевле, чем летом, и можно поправить свое здоровье. Сейчас преимущество. Меньше народу, не так жарко, можно сходить на экскурсии, ну и на пляже немного народу, а солнышко уже ласковое. «Открытый юг» – это не единственная акционная социально ориентированная программа отдыха и лечения в санаторно-курортных комплексах Сочи. Есть еще и «За здоровьем» в Сочи, а также «Серебряный возраст», которой воспользовалась Любовь Сорокина. В Сочи она приехала с Дальнего Востока. Даже пенсионерам доступен. «Открытый юг» – это то, что надо для нас, для нашего, как говорится, вот такого возраста, как я, для пенсионеров. Я вот приеду сейчас в Хабаровск, у меня много-много друзей. В следующем году я приеду не одна, а уже со своими друзьями. Это однозначно. Мы попали в такой период времени, когда действительно все в цвету. Все в цвету. Нас здесь все устраивает, и не только устраивает, а мы просто ходим, наслаждаемся и радуемся. Вот радуемся всему. В любви к сочинскому межсезонью готовы признаваться и молодые мамы, которые отмечают, что это лучший период для оздоровления и знакомства с курортом. У нас холодно, еще снег, поэтому решили немножечко кусочек лета урвать. Сейчас гулять можно, все расцветает. Не знаю, одни сплошные плюсы. Мне кажется, что вот именно либо весна, либо осень – это самое лучшее время для посещения экскурсий с детьми, с маленькими. Полечиться тоже, подышать морским воздухом. О том, что санаторий Сочи круглый год ждут гостей, россияне в том числе узнают благодаря презентациям курортных возможностей в разных регионах страны. Их лично проводит глава города. Одна из последних, а в целом 36-я по счету, презентация для привлечения туристов состоялась в Воронеже. Мероприятие посетили более 120 туристических агентств и 20 руководителей крупных производственных предприятий Воронежской области. Мы увидели большое внимание к нашему городу, интерес у актива города Воронеж. На то есть три основные причины. Первое – это низкие цены в межсезонье, которые предлагают наши маркетинговые программы. Второе – это то, что в летний сезон будут запущены пять прямых рейсов между Воронежем и городом Сочи. И третье – это, конечно, изменения в налоговый кодекс, который позволяет руководителям промышленных предприятий списывать свои затраты на себестоимость своей продукции. Да, Сергей Анатольевич, это одна из главных задач – донести до наших руководителей предприятий России о том, что у них есть такая возможность тратить 50 тысяч рублей на каждого работника каждый год, и это будет входить в необлагаемую базу, то есть себестоимость продукции. И таким образом мы должны донести и то, что наши санатории города Сочи готовы с октября по май месяц исключительно принимать этих людей по цене от 1200 до 1800 рублей в сутки. Повышать уровень продаж необходимо и с помощью транспортной логистики, отмечает Пахомов. Уже этим летом будет организовано авиасообщение Сочи с более чем 50 регионами России. С каждым годом растет турпоток из-за рубежа, и сегодня Сочи связан авиасообщением с 11 странами среди новых – Арабские Эмираты и Таджикистан. Если говорить о внутреннем сообщении, то мы сейчас прорабатываем вопрос по организации водного транспорта. То есть у нас есть предприниматели в Адлерском районе, которые взяли в аренду портопункты, которые были построены еще к Олимпиаде. У них уже в аренде портопункт на пляже Чайка и в Адлер-курорте. Уже есть договоренность с портом города Сочи о том, что их корабль будет туда заходить в летний период времени. Получили они также лицензию в Минтрансе на перевозку водным транспортом пассажиров. Очень важное направление. В любом случае, хорошо, что появились предприниматели. Может быть, это будет первый шаг. Надо всячески их поддержать, надо всячески их помочь, чтобы морские перевозки у нас были. И, конечно, Сергей Анатольевич, говоря о пляжном сезоне, мы должны понимать, что главное в пляжном сезоне – это сами пляжи. И, конечно, Сергей Анатольевич, пляжи должны быть широкими, спланированными. В этом году выявили такие пляжные территории, которые требуются дополнительной отсыпки. Это пляж напротив железнодорожного вокзала Адлер, называется Парус. Он только развивается. Второй пляж – это мы определили пляж Чайка в Адлерском районе, это участок в районе Южного Взморья. Мы понимаем, что туристов очень много в центральной части Адлера приезжает, и не всегда им хватает пляжной территории. Помимо этого, РЖД, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, провела работу по укреплению пляжной территории в районе Нижней Беранды. 15 мая эту гальку переместят просто на пляжную территорию, разровняют для того, чтобы получился полноценный пляж. Заказали исследование в Институте «Научные берега», которое показало, что на территории нашего города есть три глобальных места размытия. Первое – это северная часть Лазаревского поселка. Второе – это от поселка Лао до Якорной щели. И третье – это от порта Эмеретинского до пляжа Рэдисон-Конгресс. Общая стоимость работ по разработке проекта и проведение строительно-монтажных работ по отсыпке пляжа и укрепления составляет порядка 900 миллионов, 980 миллионов рублей. Мы понимаем, что город Сочи сам не справится. Поэтому от вас уже ушло письмо на министра туризма. Мы сейчас договариваемся о встрече. Я думаю, что 19-го числа мы встретимся с руководителем Ростуризма и будем обсуждать эту тему. Мы, конечно, будем настаивать на том, что нам нужна помощь из федерального бюджета. Особое внимание руководство Сочи уделяет и экологическим нормам, в частности, качеству морской воды. Как результат, в прошлом году шесть пляжных территорий города получили международную награду «Голубой флаг». В этом году заявки на получение «Голубого флага» подали уже 13 организаций курорта. Итоги международного заседания станут известны уже 16 апреля. Галина Моисеева, Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Сочинские школьники узнали еще больше о рабочих профессиях. Они отправились на экскурсию в Сочинский профессиональный техникум. Там прошел день открытых дверей. Для будущих студентов организовали экскурсию и рассказали о возможностях, которые откроют для них учебное заведение. Ведь ни для кого не секрет, что престиж рабочих профессий растет с каждым годом. Расскажет Ольга Десятого. Около тысячи школьников приняли участие в Дне открытых дверей. Для потенциальных абитуриентов Сочинский профессиональный техникум на Донской организовал большую экскурсию. Показал современную материально-техническую базу. Школьники увидели мастерские автомобилистов, столярные сварочные цеха, где ребята мастерят своими руками и поделки, и полезные в быту предметы. Заглянули в столовую, где будущие повара показали свое мастерство. Одним словом, ближе познакомились с рабочими профессиями, которые сегодня вновь в почете. В те времена, когда все хотели становиться юристами и экономистами, закончены. И сейчас для того, чтобы обеспечить для себя достойный заработок, как-то стать в этой жизни, содержать свою семью, наверное, рабочим быть даже нужнее и важнее. В профтехникуме можно обучиться по восьми направлениям среднего профессионального образования. Это слесарь по ремонту строительных машин, столяр, кондитер, мастер по обслуживанию инженерных систем, наладчик программного обеспечения. Появилась и новая специальность – профессиональное обучение, то есть в техникуме растят будущих коллег-педагогов. А еще здесь работает ресурсный центр по энергетике. Здесь учат электромонтажников и электромонтеров. На полигоне мастера сочинских электросетей показали работу оперативно-выездной бригады. Учебное заведение более пяти лет сотрудничает с Кубанинерго. В знак признательности благодарственное письмо от директора техникума руководителю сочинских электросетей. Ученики, которые получают там знания, получают их с учетом практических навыков и приобретенных приемов работы в сетевом комплексе на базе полигона, который мы там построили. На данный момент на нашей базе реализуются уже три программы энергетического профиля. Мы это количество будем наращивать из года в год. Результат такого плотного сотрудничества 35 студентов профтехникума уже успешно работают в сочинских электросетях. Ну а день открытых дверей завершился вручением школьникам памятных сувениров от партнеров техникума компании «Легран», «Квеструм» и группы компаний «Микролана». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Со счетом 3-2 завершилась командная встреча под Зюдо между сборными Нацгвардии Южного Федерального округа и Кубани. Победу одержали спортсмены силового ведомства. Соревнования прошли в Краснодаре. Их посетил Вениамин Кондратьев. За кубок директора Федеральной службы войск Росгвардии главы региона боролись более 90 спортсменов. Губернатор отметил, что сегодня на Кубани разными видами борьбы занимаются 160 тысяч человек. И в будущем регион может стать настоящей кузницей борцов. Спорт, дзюдо, любое иное единоборство в первую очередь учит уважению к сопернику. Умеет любой спортсмен, боец на ковре расставлять приоритеты, анализируя противник. Ну и, конечно, самое главное нацеленность на победу. Я думаю, что сегодня здесь нет первых, вторых, вторых или первых. Здесь есть одна общая команда под названием наша российская национальная гвардия и победа одна на всех. Потому что победил вот тот самый командный дух, дух, который всегда был, есть и будет. у нашей армии, у наших бойцов, у нашего народа. Победителей и призеров наградили медалями и кубками. Соревнования между сборными нацгвардии Южного федерального округа и Кубани проводятся в крае уже в третий раз. Традиция проводить совместный турнир появилась именно в Краснодарском крае. В Сочи проходит чемпионат России по фехтованию. Он собрал сильнейших отечественных мастеров клинка. О том, кто первым вышел сегодня на дорожке и к чему сейчас стремятся наши спортсмены, расскажет Елена Овсецина. Федеральный центр единоборств Югспорт не первый раз принимает сильнейших фехтовальщиков России. Напомню, в Рио-де-Жанейро два с половиной года назад сборная России по фехтованию завоевала четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Но в перспективе Японии летняя олимпиада 2020 года и здесь борьба за выход в сборную предстоит очень серьезная. Ну, год уже как середина сезона, уже сложно сказать это начало сезона. Ну, да, сейчас начался уже отбор и будем стараться. Мы со сборов считаете на чемпионат России, а потом все улетаем на гран-при. То есть у нас все по минутам расписано, весь календарь. Предолимпийский год самый напряженный сами себе спортсмены никаких поблажек не делают. Лучше первым нанести уколы, лидировать на дорожках, не давая сопернику никаких шансов. Сегодня соревновались с утра мужчины-саблисты, в это же время разминались и готовились к поединкам женщины-раперистки. Чемпионат России по фехтованию самый важный национальный старт сезона. По его итогам будет понятно, кто попадет на чемпионат мира в Будапешт в июле. Чем интересен этот год, то что чемпионат мира, так же как чемпионат Европы, который попадет в июде в Ницелдорфе, является наиболее важным с точки зрения отбора на Олимпийские игры. Отбор у нас происходит таким образом. В течение года спортсмены набирают очки на этап Кубка мира, чемпионата Европы, чемпионата мира. Все это потом складывается и выясняется, кто же попал на Олимпиаду. На Олимпиаде участвуют 8 команд всего лишь. Более 60 лет российские фехтовальщики являются лидерами в этом виде спорта. Активно молодежь, только что команда кадетов и юниоров вернулась из Польши, где проходили международные соревнования. Там сборная России стала лучшей в командном зачете. Команда основывается на фехтовальщиках, которые давно фехтуют. Такие, как Ибрагимов и Решетников, у которых много опыта участия в соревнованиях. Но есть и молодые ребята, как Дима Даниленко и Константин Лоханов, которые очень сильные и работают хорошо. Я ими доволен. Чемпионат России по фехтованию в Сочи продлится до 21 апреля. Кстати, вход для зрителей свободный. Через две недели первые соревнования отборочного периода они пройдут в Сеуле. Перед полетом у фехтовальщиков останется только два дня на отдых. Елена Овсецина, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах «Билайн», на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи и ФКТ». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти», макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Девушки отдыхают, «Мика Бьюти» и «Мика Бьюти» и «Мика Бьюти» и «Мика Бьюти» и «Мика Бьюти»